Распространитель хопал В определенном смысле наш курс является немножко уникальным Вот в каком отношении Мы с вами, по крайней мере в этой части, занимаемся изучением одной из самых абстрактных теорий В области физики квантовой, литвийской квантовой теории поля Причем в этой сложной науке мы изучаем только начало самое Но ограничиваясь первым порядком и вторым И вдруг выясняется, что даже в этом элементарном приближении Мы сталкиваемся с проблемами, которые непосредственно касаются экспериментальной деятельности нашего института Вот и сегодня, как только мы изучим квантовый пропагатор Мы сможем прикоснуться к тем проблемам, которые сейчас изучаются И которые предполагается изучать, скажем, на будущих установках Если это будет реализовано На той же самой суперцертовой фабрике Поэтому следите внимательно Итак, если мы вспомним скалярную теорию То там нейтральные частицы, которые неусловно назвали химулей Соответствовали квантам скалярного нейтрального поля И соответствующий квантам как выглядел Мы хотим пока Мы все-таки как называем Пока, да? Верховая рука Дальше, конечно, что? Вот этот сам банды Энергия В зависимости от инфекса И здесь, впрочем, оператор не считаешь ли? Только мы для этого поля позволили обойть С И выключить оператору для заряженных частей С синтексом Так, дальше была плоская лома Так И сопряженная С тем, чтобы полное выражение было Не-да Вещественным, да? Для Частик сериаломитом оператора Не-черкер вот так И здесь будет Замечательно Хорошо И Для такого поля Мы запилим пропопандок Таким образом Это было Вакуумное ожидание Оттепроизведение Вот этих самых Двух операторов Взятых точек лист И 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 мы нашли эту величину Двух Она оказалась равной И На это грав И Дальше стояло там Минус Минус Дальше Х На К К К Причем Фактически Единица К 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 а к основникам совсем не обязательно равняется а нет, простите, тут у нас была массированная частица поэтому у нас было как квадрат плюс n квадрата плюс 0 так, эта штука совсем не обязательно равнялась массе а нулевая компонента совсем не обязательно равнялась привычному выражению для нервной реальной частицы то есть вы говорили, что на самом деле эта функция соответствует распространению виртуальной частицы хорошо это то, что мы, я надеюсь, хорошо освоили а теперь нас интересует это соответствует распространению виртуального пинуля на диаграммах это изображалось такой линии сейчас нас интересует проблема распространения фото фото тоже нейтральная частица в этом смысле есть родство но он описывается в нашем случае в калибровке, в которой нулевая компонент равняется нулю оставалась только пространственная компонента гидая компонент для салютного метра для салютного метра выделили что это значит можно было ее пропортировать Так, ну у нас была сумма, здесь была, соответственно, единица на корень из 2 epsilon A, T, B. Ну, только мы эту epsilon обычно называли омега. Ага, да. Омега, T, B. Так. Вот. И здесь была сумма, здесь были вектора поляризации. Тот же самый C. C, A, T. Вот, на вектор поляризации E, K, T. Так. На верхом. Ну, до верхом. Так. Вот, на E в степени минус. И здесь плюс Z, K, X. На E в степени минус. Что еще важно, мы упустили все-таки в эту форму? Толяризация. Да, здесь лямбу. И сумма, соответственно, идет по K и по лямбре. Так. Ну, когда и операторы должны иметь, это же самый минус. И кроме того, те единицы, которые мы употребляем, превратили к тому, что здесь будет не единица, а что-то будет. корень из четырех пига. Так. Хорошо. Все. Ну, а дальше, дальше наступает вдруг общее рассуждение, которое приводило к тому, что здесь в качестве пропагатора-фатолога должна уступать аналогичная конструкция. то есть лакуумное ожидание, T-произведение. И дальше должны входить, соответственно, операторы поля. Так. Тут наступает некоторое усложнение по сравнению с предыдущим случаем. Потому что в операторе поля у нас четыре вектора. Поэтому здесь, на самом деле, должен быть индекс ню и ню, как-то из которых пробегает четыре значения. Ну, а соответствующие значения, должна быть функция, как и раньше, от разности этих четырех векторов. Но вместилось теперь еще индексы ню и ню. Ну. Вот. Дальнейшее рассуждение, это совершенно общий ответ, который годится при любой калибровке. Так. Но. Мы должны были его подставлять сюда. Как мы... Я напомню, как мы получали этот ответ. Давайте вспомним. Мы подставляли вот эту сумму сюда. Это у нас была сумма пока. Да. И сюда подставляли сумму пока штрих. Возникала двойная сумма. Потом мы пользовались тем, что там входили операторы СС и Крест, которые давали символ Кроникера пока и к штрих. Поэтому вместо двойной суммы оставалась однократная сумма. И эту однократную сумму мы в конце концов сводили вот к такому интегралу. Вместо однократной суммы возникал однократный интеграл по трём переменным. Как и здесь это сумму было по трём. А потом мы с помощью хитрости от Бендераща и Фейнона сводили вот к такому четырёхмерному интегралу. Здесь можно повторять то же самое, но вот с каким существенным отличием. Нам бы хотелось иметь форму ответа, которая годится для любой калибровки. А умеем мы до сих пор работать только вот этой специальной калибровки. Как тут быть? Помочь может общий анализ того, что здесь творится. Общий анализ давайте попробуем с вами рассмотреть. Вот у нас должен быть специальный анализ второго ранга от некоторого четырёхвектора. Обзовём этот четырёхвектор просто буквой Х. На самом деле вот здесь входит именно разница. Вот эту разницу мы по-прежнему будем назвать буквой Х. Попробуем себе представить характер ответа. Как этот дензор может зависеть от Х? Итак, симметричный дензор по индексам μn, зависящий только от Х. Как можно организовать зависимость от этих индексов? Ну, во-первых, есть комбинация для меня. Это хорошая комбинация, она симметрична. Релятивский вариант на всё, что надо. Если я для ней её рядом поставлю коэффициенте, который будет зависеть только от Х2, то всё будет в порядке. Это то, что нам надо. Какие ещё есть возможности организовать? Х2, Х2, Х2. Да. Может быть ещё возможность такая. Х2, Х2. На что? На ней опять-таки функция Х2. И больше ничего нету. Замечательно. С другой стороны, вот эту вот штуку можно организовать каким образом? Можно взять производную по ню, по х ню и производную по х ню одну туда и другой функции из квадрата. И это твой звонок как раз нам даст примерно такой ответ. Поэтому я мог бы, не теряя в общности, вместо такого выражения записать следующее выражение. Замечательно. В импульском пространстве. Мы уже с вами договорились, что на самом деле это должна быть другая функция, да? Чем эго. Но очень часто в физике управляют, как только сменили аргумент, так автоматически подразумевается, что сменена и функция. Так что иногда эту самую чеку мы писать не будем. Но как она должна зависеть? Или надо вот здесь поставить следую, а здесь не ставить, да? Ну, одним словом понятно, что это совсем другая функция своего аргумента, чем даже. Так. Как здесь можно организовать? Ну, точно так. Здесь должно быть же ню. С каким-то коэффициентом, зависимым от чего. От как ню. Плюс. Производное импульсное пространство это есть просто импульс. Да. Ну, и стандартно любят задействовать соответствующие коэффициенты невидения. Функция фамилия по два. А вот так вот. Эта функция дает так поправку. А это функция со специальным индексом. L. Что значит лончатюрная. Потому что она содержит составляющие вдоль вектора k. Ну, вот теперь смотрите. Здесь есть тонкий момент. Здесь лягушка прыгает в воду. Реальный ответ от этой функции вообще не должен зависеть. Почему? Мы хорошо знали, что в электромагнитном поле есть галлигентная вариантность. Которая говорит, что если я возьму потенциал 4 и заменю его на другой потенциал. Алюштрих. Который был правильным ставом. Плюс производная от производной функции х. Час. То при этом, как вы знаете, не изменится напряженность и не электричество и не магнитного поля. А значит, не изменится физическое содержание в теории и физические ответы. Ну, хорошо. Это означает, что я всегда могу вместо этих величин употреблять такие суммы. А это означает, что вот эти слагаевые могут меняться как угодно, а от них ничего не должно зависеть. Запомню это обстоятельство, оно нам очень сильно пригодится. Почему пригодится? Потому что после того, как я знаю такой ответ, я могу этот факт запомнить и эксплуатировать. Вот это совершенно общий ответ любой полигромы. Что мне нужно для дела жизни? Для дела жизни мне дальше, для физического, так сказать, дела, нужно будет найти только одну величину. Вот эту вариантную функцию dk2 и больше ничего. Но находить эту величину мы можем в любой калибровке. Мы найдем ее в какой-то калибровке, а потом ставим в этот общий ответ. Вот есть такое предложение. Ну, хорошо. Как же мы для терилизации этого предложения? Давайте использовать вот эту нашу калибровку. Так. Нулевых компонентов нету. Значит, то, что мы будем искать, это будет такая величина pi, d, m, m. Вместо m, 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 m. Ну, и мы будем теперь употреблять эту реальность, которая находится в двери. Только значение соответствующим пространственным компонентам, поскольку наливаем у нас 0. Так, замечательно. Чем эта штука будет возле так? Я опять вернусь вот к этой форме, да? Чем эта штука будет отличаться от нашего скалярного выражения? Только тем, что там, где стоял оператор С, здесь будет стоять еще лишний множитель, корень 4pi, раз, и ректор z2. А там, где стоял множитель С с крестом, там будет стоять теперь дополнительный множитель, корень 4pi, корень 4pi, и, соответственно, ректор поляризации согряженной. Так, значит, я могу сказать следующее. Вот если я возьму, вот, если я возьму, вот, если я возьму, вот, этот самый d, x, то есть, глядя на эту формулу, я должен буду записать следующее. Это должен быть интеграл, он d4k на 2pi в четвертый, так, и в степени минус ik на x минус и штрих. Дальше здесь будет стоять такое же самое выражение, только уже для фотона, у которого масло наливает. Так что здесь будет стоять, как она просто разрушена с историком. Дальше. Дальше вспомним, что при каждом а был корень из 4pi, стало быть, пойдет просто 4pi. Ну и, наконец, еще будет что-то, что-то именно. Этому АН будет соответствовать вектор поляризации компонента М его. То есть, будет ходить АНВ от К и лямбда, так, наложенное на ЕНВ от того же К и от того же лямбда и сопряженное. Ну, лучше я так вот помешал. И согряженное. Замечательно. И, как вы это видите? По идее. А? И в передине должно быть? Нет, нет, нет. А, вот извините. Извините. Да, вот здесь и есть, здесь нету, здесь снова есть. Все правильно. Здесь нету, здесь снова есть и нету. И, кроме того, здесь каждый раз находила сумма поляризации. И, подобно тому, как двойная сумма бога и только штрих сводилась к однократной сумме, так и сумма поляризации лямбда и лямбда штрих сведется к однократной сумме. Ну, а про эту сумму мы в свое время специально, когда разбирали квантование электромагнитного поля, доказывали, почему оно равно. Фактически это, что такое? Полный набор волновых функций, отвечающих решению перпендикулярному к вектору К. Так что тогда это должно быть, соответственно, символ кроникера, отвечающий пространству перпендикулярному к вектору К. Это комбинация, поскольку у каждой из Е ортогонально к вектору К. То, если я сверну эту сумму с К, Энтен, я получу ноль. Или с К, Энтен, я получу ноль. И видно, что этому удовлетворяет такая комбинация. Так что все мы получили, что нам надо. К чему же сводится тогда наш ответ? Вот в этой калибровке мы получили, что вот это и есть ДММ от К. Но ДММ от К должно выглядеть как? Оно должно выглядеть вот как общим правилом. Сравниваем это выражение с этим. При сравнении еще учтем, что ЖММ равняется минус ДММ. Тогда коэффициентик при ДММ должен равняться коэффициентику при минус ЖММ. Из этого сравнения получается ответ. Он выглядит там. Для анталла квадрата есть что такое? Минус, во-первых. Во-вторых, 4π. Мы получили все, что нам надо. Теперь мы все можем забыть и написать окончательный ответ. Он будет сводиться к утверждению. О том, что в самом общем случае, если у нас имеется распространение фотона с импульсом К, причем это виртуальная частица, если у нас К квадрат не обязательно равняется лыжи, то соответствующий пропагратор точки, где имеется индекс, скажем, ν и ν, они на самом деле симметричные, поэтому все равно в каком порядке писать, да? но и соответствовать такое увеличение я это полный ответ минус 4π на К квадрат плюс и с ноликом на ЖММ плюс плюс какой-то коню на ДВ октампад это полный ответ очень часто употребляется такая калибровка где-то r выбирает равную нулю это калибровка вообще одна но впрочем, в других задачах могут встретиться мы в основном деле будем пользоваться но нужно хорошо помнить, что есть и другие варианты в частности в целом ряде задач есть так называемый калибровка ланда употребляется когда r вполне отлично нуля все, что касается фотонного пропагатора мы получили и теперь теперь можно приступать к изучению самых разнообразных процессов это это что это 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 что это это что это это что что это 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 что это 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 что это 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 Теперь можно повторить, зная все это, разговор про все процессы, которые были для нейтральных частиц В частности, можно повторить процессы, связанные с разделением частиц Все это относится и изучалось на ВП1, это был первый и самый главный процесс, который там изучался Соответствующая диаграмма Фейнова выглядит таким образом Есть два электрона, которые сталкиваются и получается два электрона, которые соответствуют рассеянию Но, конечно, есть еще вариант, когда эти частицы переставлены То есть та же самая диаграмма Здесь будет П4, здесь П3 И знак, который здесь будет возникать, будет определяться правилами коммутации Точнее, антикоммутации в нашем случае уже фермионных операторов Конечно, будут процессы аннигиляции Е-минус, Е-минус, зама-гамма Эти процессы были одни из первых, которые были изучены на ЛЭП2 Когда он еще не был 2Н, да? Вот Здесь тоже, на самом деле, мы должны выписывать с каким образом Если это позитрон, то ему будет соответствовать импульс, например, П+, со знакомом минус А электрон будет отвечать импульс П- Будет пара патронов с импульсами Фа 1К2 Ну и, конечно, будет диаграмма, в которой эти импульсы переставлены Только, если мы будем изучать эти процессы То, по сравнению с предыдущим случаем Нам придется разбираться с электронным пропагатором Это мы будем делать впоследствии Ну и, конечно, есть обратный процесс Гамма-гамма, Е-минус Который непосредственно Так сказать На реальных фотонах Не наблюдался Но Он наблюдался, например В смотрении виртуальных фотонов Об этом мы будем говорить в более высоких порядках И, наконец, есть Так что Это нам еще Для того, чтобы такие процессы набирать Прямо и обратное Нам придется изучать электронный пропагатор Наконец, есть процессы Наконец, есть процессы, в которых происходит растение Потона на электроне Да Он соответствует случаю такого сорта Или, возможно, еще такого сорта Диаграмма Опять, здесь будет встречаться электронный пропагатор Так что нам это еще предстоит изучать Процессы такого сорта Тоже чрезвычайно важны В том числе В здешних экспериментах Если Использовать Я хочу на вас говорить В качестве начальных фотонов Лазерные фотоны И рассеивать их На электронах Или позитронах Встречного электрон-позитронного коллайдера Что обезмеряя Энергию Вот этого Фотона Что умеет делать с высокой точностью Можно определить Энергию начального электрона С высокой точностью Это один из методов Калибровки энергии пучков Он хорош очень тем, что его можно делать Параллельно И тут обычные опыты Понеделяции электронов-позитронов Об этом мы будем еще подробнее говорить Например Такого свартового протеза Кроме того Даже в стороне Точки встречи На электронный пучок Можно посветить Лазерным пучком Энергию которого Известна с сумасшедшей точностью А дальше Отсветить Рассеянный практически вперед Потом Измерить его энергию У него, оказывается, тоже можно Изменять с очень хорошей точностью И тогда вы будете знать Энергию начального Фотона С точностью, как теперь говорят На уровне 10-5 Относительной точности Так что все эти процессы Имеют прямое отношение Для того, чтобы с ними работать Нам еще придется освоить Вот этот самый Вещь, как электронный пропагатор А сейчас Рассмотрим процесс, который Рассеяние электрона с электроном Вы изучаете на семинарах Поэтому я не буду повторять А вот давайте рассмотрим процесс С какой-то стороны Еще важнее, чем рассеяние электронных А с другой стороны Попроще В расчетах И попробуем там все Просметить от начала до конца Значит, речь пойдет Про аннигиляцию Вот тут придется Для начала Сказать, что мы Должны будем уточнить Понятие оператора возмущения Вы помните Что для вершинки До сих пор у нас в панковой Кайзамике Был такой оператор возмущения Причем Это поле Отвечало Электромагнитным Квантом-фотоном А это поле отвечало Квантом-электронным А позитроном То есть это было Электронное поле Давайте я его так напишу И он вообще говоря Существенно другая частица Отличается он По массе Отличается еще По Так называемому Электронному заряду И если вот Это взаимодействие Мы могли изображать Таким вот образом Где-то у нас был электрон Если был направлен Сюда Здесь патрон То вообще говоря Электромагнитное взаимодействие Может происходить И с меонами Но фотоны будут Конечно Те же самые И тогда мы вообще говоря Должны будем учитывать Диаграммы другого сорта Которые будут Мю Частицы Те же самые Патроны Причем Тогда уже мы должны были Соблюдать Как говорят Правила игры Если здесь под частицей Мы подразумевали электрон То здесь Под частицами ТОН Должны будем подразумевать Ну и минус Вообще-то Вариант Могла бы быть Умозрительна Еще и такая Конструкция Скажем У вас Мог быть Вон Связан Здесь с электронным полем То есть Ситуация При которой Например Все выглядело бы так Имеется электрон Нет Так Взаимодействующий С меоном И вредом В игру Включается Электромагнитное поле В принципе Это не противоречит Закону сохранения Заряда Правильно? Да Что? Электронный заряд Но почему-то В природе Не случается Да Честно говоря Мы не знаем Почему И поэтому Объяснение При этом Возникает Какое? Раз Это не встречается Давайте Придумаем Специальное название Для этого закона Специальное название Будет такое Пусть Эти частицы Отличаются Каким-то Каким-то Какой-то Назначим Какой-то Новый признак Вот Например Лептонный заряд У электрона Один А у Мёна Совсем Другой И потребуем Чтобы выполнялся Закон Сохранения Лептонного Заряда И тогда Такая вершинка Будет Затыщена То есть Надо хорошо Понимать Если Замотра Вдруг Процессы Такого сорта Откроются А их усилия Надичь То нам Всё Придётся Пересматривать Итак Мы пришли К выводу Что Раз Первого Запрещает Введён Закон Сохранения Лептонного Заряда И у нас Останется Вот такой Вот Только Оператор Возмущения Взаимодействия И тогда Процесс Онигиляции Может Описываться Только Комбинацией Двух Таких Вершин И ничего Больше То есть Соответствующая Диаграмма Может быть Только Такой Электрон Эпозитрон Они Где-либо И рождается Соответственно Антимион Тимион Назначим импульсы Если В качестве Первой частицы Наберём Позитрон То здесь Может быть Стоять импульс Минус П1 В качестве Второй Позитрон В качестве Второй частицы Электрон Ну и Соответственно Здесь Уже Как сказавший А Моножный Б Это будет Тренняя частица А это будет Чемпион Тренняя частица Закон сохранения У нас будет Такой П1 плюс П2 П3 плюс П4 Кроме того П1 в квадрате У нас будет Масса Электрона Соответственно И П2 в квадрате А 3 и 4 Обзовём её Массой Меона Мукум Будем Едеревлять Всё Нам осталось Рассчитать Эту диаграмму И Я уверяю После расчёта Этой диаграммы У нас Откроются Горизонты Для обсуждения Многих Интересных Проблем Давайте Сейчас Делаем Перерыв Подсчитаем А потом Даем Почему-то Простая Реяция А также Чрезвычайно Важны В целом Ряде Приложений Расчёт Будет Происходить Осталось Просто Эта Виртуальная Частица Фотол Пусть Её Импульс Буклетка И тогда Мы можем Сказать Сразу Что Этот Импульс Если Что Она Как П1 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 П2 А Квадрат Это Просто Наша Переменная С Которая Для Слеечных Пучков Системных Центром Есть Просто Квадрат Энергии Электронной Позитрона Сумматной Общее Правило Написания Матричных Элементов Нам Известно Нужно Взять И На Матричный Элемент Дальше Что У нас Войдет Войдет Минус И Е Квадрат Поскольку Здесь Две Вершинки После Чего Мы Должны Действовать Следующим образом Берем Зафермионную Линию С конца Его В данном Случа Вот Отсюда И Идем По Ней В конце Стоит Свободная Плоская Волна Этой Свободной Плоской Волне Должен Соответственно Свободная Плоская Волна Для Частицы Вначале Это Глуба Спинор У А для Анти Частиц Вначале Это Будет Спинор Восотряженная Я Напишу Индекс 1 Который Сумарно Будет Означать П1 Или А1 Так Дальше Остается Вершинка И Здесь будет стоять У нас Гамма Мю Но Чтобы нам Не мешать Мю Собой Мю Ом И Индексы Давайте У нас Здесь будут Индексы Например Альфа Здесь будет стоять Гамма Матрица Матрица Тау С Индексом Матрица Хорошо Дальше Все это оканчивается Плоской волной Для электрона Вначале Это Спинор У Матрица Что здесь Связано Потом Идет Фатронный Пропагатор И поскольку Следующая Вершина Будет содержать Гамма Старым Сындексом Б То здесь Долго Будет стоять Такой Фатронный Пропагатор Вот Этот Самый С С Этим Нулем А здесь Будет Индексы Альфа-бетта Да То есть Это Минус 4B На Как квадрат В данном случае Это просто S Это Личина Положительная Большая Больше Как минимум Двух Масс Меонов В квадрате Поэтому И с Ноликом Я там И с Ноликом Можно Просто Выпросить А Дальше Здесь Стоит Тензор Тензор Альфа-бетта Если я здесь Написал Первый индекс То здесь Я должен Буду Писать Нежний индекс Потом Все Повторяется Здесь Мы действуем Точно Так же Хватаемся За Ферменовую Линию Идем От конца И Начало В конце Стоит Частица Значит Будет стоять Сопряженная Величина Здесь частица В начале Это У Здесь частица В конце Это Сопряженная Величина Гамма Вэта А там В конце Этого процесса Стоит Античастица В конце Сопряженная Сопряженная И будет соответствовать В Несопряженная Вот такая Вот картиночка Теперь Да Здесь Еще Пропагатор Всегда Пронножается На Разберемся Со всякими И Одно И мы сократим Слева и справа Минус Единица В квадрате Это Плюс Единица И в квадрате Это будет Минус Единица Так что и здесь Можно сократить Вот это Вот все И Возникли Возникли Такая простая Конструкция 4 И 2 С И на Все остальное Так Причем Во всем этом Остальном Если я Обзагну Минус Что у нас Будет стоять У нас Поскольку Уже Уравнивают Индексы Археобетра Будет стоять А Е квадрат По нашему Это Археобетра Хорошо Здесь Это я Все Выписал Значит Окончательно Где f Есть Вот Это Самое Отличное С Аминаковыми Индексами Теперь Чтобы получить Сечения Мы должны Будем Возвести Эту Веченок В квадрате Да А Ж Не потеряли Что Что Ж Альфа Бетта Не потеряли А Ж Альфа Бетта Сделал Нам Одинаковые Альфы Альфа В сечение Это Вошел Квадратно-матричный элемент Но он написан Для какого Случа Когда Каждый Из частиц Дополнительно Каждый элемент Пределный Ипульс Имеет Еще Определенные Спиральности Например Даму Дат 3 Были Определенные Поляризации Соответственно Сигма 1 Сигма 2 Сигма 3 Сигма 4 А если Как это Обычно Встречаются Начальные Электроны Не поляризованными И мы Не следим За поляризацией Эммонов В принципе Это можно Делать и то Другое Тогда нам Придется В ответ Сладить Другую Влеченую Взять Сумму f По Моголю Квадрате Просуммируем По поляризациям Конечных Частиц И Усредним По поляризациям Начальных Частиц Это значит Можно взять Сумму Полян Д1 И Д2 И Разделить На чтение Такого Конструкция Должна Войти В ответ Ну а дальше Вы Наверное Знаете Как действовать Да Если я Посуммирую По спинам Лямбда 1 Лямбда 2 То в ответ Войдет Вот Эта вот Величина Сопряженная Эта сама Величина Ее Сопряженная Величина Просуммируем По лямбда 1 Лямбда 2 В итоге Это даст нам След От такого Произведения Соответствующий Ей В На В Просуммируем Валянка Даст нам Это вы наверное Проходили Да Такую штуку Пмю Дам Амю Минус Масту Викторова Просуммируем Как раз Даст В ответ Установление Кричину Эту Грамм Минус Минус Масту Электроны Очень часто Скажем У Пескина Жнеза Такая Томбинация Обзывается Короткой Аббревиатурой П-Перечок Ультра В Ахеезе Естественно В этом месте Употребляется Польсо Шляпкой Но Шляпка У нас Относится Исключительно К операторам Поэтому Мы не будем Ее задействовать Так что Все это Коротко Можно записать Как П-Перечок Номер Один Минус М Дальше Стоит Наша Вершинка С индексом Альфа Да Снова Аналогичный Пропагатором Антипередомля Электрона Двинусь Дальше Плюс Н Так И поскольку Здесь Происходило Произведение Этого выражения На такое Сокряженное А в этом выражении Как вы помните У нас Происходило Суммирование По альфам То в сокряженном Выражении Должно быть Суммирование По другим Интексам Ну например Проект Так что Войдет Недел Грамма Альфа Ну и Совершенно Моганичный Будет Продукт Для Конечных Опять Мы начинаем На этот раз Сейчас Трицы Поэтому Здесь Возникнет След От Какого Произведения Мандис П4 Сумм Грамма Альфа На На Продукт На Продукт Сумм Пока будет ответ. Это есть G миню на G альфа бета минус G миню альфа на G миню бета и плюс G миню бета на G миню альфа. Если мы это применим, то что мы получим? То при этих четырех матриц с печетом вот этого, ну давайте я распишу так, сюда одну вторую распишу, сюда. То у нас здесь получится P 1 альфа на B 2 бета. Поскольку там была четверка, а здесь одна вторая, это будет двуечка. Затем аналогичная будет со знаком плюс вот эта комбинация. Она даст нам P 1 бета на P 2 альфа. Итак, по P 1 и P 2 получилась у нас симметричная комбинация. А дальше возникнет слагаемое, которое будет соответствовать тому, что войдет P 1 на P 2 два раза. Войдет со знаком минус. И войдет со знаком минус еще M в квадрате. Так вот. Но 1 на P 2 минус 2M в квадрате, это будет как раз не что иное, как S. Так. И все это еще должно умножаться на G альфа D. Вот и так. Сейчас я проверю. Знайте все. Угу. Все хорошо. Значит, здесь будет вот эта причина. Это будет S. Ну, теперь совершенно аналогично. Можно повторить этот кусочек. Тут просто выглядит та же самая комбинация. Что? Два S км. Сейчас, одну минутку. Два P 1 P 2 плюс два N. Ну, два N квадрата. А что такое S? С это P 1 плюс P 2 квадрата. Нет, без двойки. Угу. Так. Здесь, соответственно, P 1 P 2 заменяется на P 3 P 4. П 4 P 3 альфа D плюс синедичная комбинация. И минус S на G альфа D. Т. Теперь это осталось сверху, что тоже очень простая процедура. И в итоге мы получим очень короткий ответ вот такого сорта. который я хотел бы записать, поскольку нам потом понадобится. подключить его. Ну, вот, там где-то. Восемь P1 P3 в квадрате это вот когда первое вставляем лагу то здесь P1 P3 а P2 P4 и закон сохранения можно выяснить что P1 на P2 равняется P3 на P4 и так далее хорошо здесь будет соответственно P1 P3 плюс 8 P1 P4 в квадрате плюс 4S на N в квадрате плюс 100 в квадрате все что нам нужно ну а дальше уже обычным образом можно получать дифференциальное сечение полное сечение это процедура совершенно стандартная единственное что нужно понимать какие величины сюда войдет дело в том что P1 на P3 если я буду расписывать эту штуку в системе центромасс на P3 E1 E1 E3 минус P1 на P3 так это даст мне E1 E1 E3 минус mod P1 так на mod P2 на модуль P3 на космус угла рассеяния сталкиваются частицы P1 и P3 в системе центромасс их импульсы одинаковые рассеиваются мионы и их импульсы тоже будут эггинатные но конечно не равные импульсам вот это у нас будет угол 5 а вот так вот так? да 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 а сверху там точно так что? сверху там точно так P1 P3 и P1 P4 сейчас сейчас это мой выезд не совсем так потому что если я выносу все написано не знаю все равно 3 вполне конченство получится выбора женщины причем эти энергии не равны да потому что массовые чены в конечной части из них совпадают Но что останется? Останется единица минус импульсированный на энергии. Это будет скорость. Причем в данном случае будет скорость первой частицы. Это электрона. П3 на ε3 это будет скорость третьей частицы, то есть неона. А если я запишу p1 на p4, то там будет точно так же ε1 на ε4 минус p1 на p4. Так? Но направление p4 противоположных направления p3. Поэтому все это в них выглядит таким образом. ε1 минус p4 плюс p1 по модулю, p4 по модулю на космус того же самого угла рассеяния. Потому что угол рассеяния четвертой частицы от третьей отличается на p. Так что окончательное выражение тут получено такое. ε1 на 1, ε4 на 1 плюс. Опять войдет скорость электрона на скорость неона на космус т. Это очень сильно облегчит жизнь. Потому что когда войдет в квадраты этих величин, то космус т.к. войдет только войдет в квадраты. И тогда окончательный ответ выглядит довольно компактно и красиво. Он пропорционален вот этому самому квадрату, мандричной ароменде. И выглядит так. ar2 квадрат на s это величина, которая создает правильную размерность и правильный порядок. Вот эта численность величина в среднем порядке 1. 1 плюс 4m в квадрате на s. Плюс вот этой самой скорости электронного анимеона и на космус в квадрате т.к. В чем как легко сообразить? Скорость электрона в системе центра массы. Это будет 1 минус 4 массы электрона на s, что практически всегда с хорошей степенью точности равняется 1. А вот скорость меона не всегда можно полагать равном единице. Вот такой вот ответик. Но что про него можно сказать? Если мы все-таки имеем большую энергию, тогда т.к. много больше µ в квадрате, или даже лучше 4 µ в квадрате. Что практически выполняется и для ВВВ2, и для ВВ3, и для ВВ4. То от всего от этого останется только µ в квадрате на 3s на единицу. Все это станет единицей. Это исчезнет на единице плюс 8 в квадрате т.к. Это очень полезная причина. Вот когда мы говорили о том, что в сооружениях электронного и позитронного распределение, как правило, широкое, вот первый пример, где мы можем это почувствовать. Пока что рождается всего 2 частицы. Когда речь пойдет по рождению огромного, здесь может рождаться множество частиц. Правильно? Но тут пока что рождается пара частиц. И так они распределены. Если это та ось, вдоль которой соударяется позитомом электроны, а под углом θ вылетает мел, то можно легко нарисовать диаграмму направленности. Помните, в излучениях вы рисовали? Под данным углом рисуется лектор, на котором пропорционально излученное в этом направлении энергии. Так и здесь давайте будем рисовать диаграмму направленности. Под данным углом будем рисовать сечение лектор пропорциональными. Видно, что вот это со множество, которое задает угловое распределение, он равен двойке при цветоре равном нулю и единице при цветоре равном пи. Так что тогда диаграмму направленность будет такая вот. Тогда это такая. Если нет никакой асимметрии взад-вперед, вперед и назад летит как динарное число миллионов, на большой угол, как 90 градусов, летит всего двое меньше миллионов, чем вперед. Это отвечает тому, что я уже говорил, что в диплюс и минус нигеляция распределение широкое. И заметьте, что оно, это распределение, практически не зависит от энергии. Что очень важно. Число событий от энергии зависит, но распределения нет. Даже при очень высокой энергии мионы будут рождаться очень широко. Ну, хорошо. Дальше можно сосчитать полное сечение. Это реально все интегрируется. И полное сечение выглядит таким образом. Опять-таки, в условиях, когда я скорость электрона считаю равными единицами, это будет четыре три пальма квадратия, деленное на три s на единица, плюс два подвоенной массы меона на s на скорость меона. Так. Вот скорость меона, чтобы здесь записать, я ее напишу как единица минус четыре. Ну, квадратная. Как выделить это сечение? Как выделить это сечение? Диа плюс и минус, и минус, и минус и минус. Все начинается с порога, как называемая двойная масса меона. Затем основная зависимость будет связана с вот этой корневой особенностью. Да? И она будет выглядеть как-то так вот. Так. Этот вот корень растет. Но при больших энергиях все начинает падать. Причем падает довольно бодро. Казатично с ростом энергии. Так что должна быть какая-то такая вот картинка. Причем на больших энергиях. Останется только 4π α в квадрате, деленное на 3s. И поскольку все наши ускорители, да и многие другие, работают существенно выше порога рождения меона, то вот это вот есть некая довольно солдатная и минусальная величина, с которой удобно сравнивать все остальные сечения. Понимаете, да? Очень часто регистрируют адроны по сравнению с меонами. И тогда сечение рождения адронов можно измерять в сечениях рождения меонов. И тогда такая величина как σ, если бы я не минус, квадронная, деленная на σ с 0, да, имеет даже специальное название. Величина R. Мы про нее сейчас поговорим. Дальше я просто хотел бы отметить для ссылок, что это за величина. Если перевести это все в обычные единицы, то возникнет такая штука. Будет входить величина 10 минус 33 квадратного сантиметра. Это то, что называется монобарном, да? И дальше уходит число 87 деленное на s, которое изменяется в квадратный х. Так что, если вы работаете, к примеру, на вебе четвертом, где σ равен, чего там, например, 10, да? Хотя он часто работает на нижней энергии, то в этом сечении останется всего 0,87 на 2. Поскольку в стреминате будет сотня. А все же видно, что если мы перейдем от энергии В по четвертым, которая составляет 10 ГФ, к энергиям, на которые работал, например, ЛЭП-1, а там было 100 ГФ, то сечение уменьшится во сколько раз? В 100 раз, да? И это будет уже не нанобарное, а пикобарное. А это, в свою очередь, означает, что если вы хотите что-то там хорошо делать, нужно светимость повысить как минимум на пару порядков, чтобы иметь сводное число событий. Более того, поскольку, как мы сейчас крестим, вот это отношение, если лично порядка единицы, то это значит не только для ЛЭОНов, которые все-таки немножко простепенны, чисто электродонический процесс, но и для более интересных вещей, связанных с рождением Адронов, чтобы их наблюдать, да? Сечение при переходе от наших энергий к ЛЭПу первому, тем более к ЛЭПу второму, которому уже 200 ГФ, да? Оно падает в 100 или в 400 раз, и, соответственно, светимость нужно было повышать в аналогичное же число раз. С другой стороны, если мы будем разговаривать об международном линейном коллагере, у которого предполагается даже на первом этапе энергия встречи суммарная 500 ГФ, то это должно быть уже во сколько раз падение, сечение по сравнению с этим, да? 50 в квадрате 2500 раз. Но это означает, что для ВЭБа, для ILC нужно планировать светимость, которая должна быть как минимум на 3-4 порядка больше, чем то, что сейчас есть у нас. Хорошо. Так что, обращаясь вот к этому простому процессу, мы затрагиваем к вопросу планирования будущих экспериментов. Но на этом дело не кончается. Рассмотрим теперь другой интересный процесс. Рассмотрим процесс, в котором бы происходила аннигиляция капла. Тау-Лептон в свое время никому вроде не был нужен, был открыт случайно, и оказался хорошо описан, как сейчас мы знаем, в стандартную модель. И одна из важных характеристик тау-Лептона – это точное значение его массы. Точное значение его массы можно открыть, если мы будем изучать полное сечение. Причем, чем отличается полное сечение E плюс и минус тау, плюс тау-тау, от того, что мы рассматривали? Только массы. Но на больших примерах это сечение вообще от массы ни электрона, ни тау не зависит. Значит, нас будете рисовать, наоборот, область виси порога. Вот эта вот область для сечения достаточно резко зависит от массы. И тогда, изучая сечение в этой области, можно найти массу тау. Вот, я хотел вам... Давайте, наоборот, смотри. А, ну и все равно. Так. Резинок. Резинок из книжки Перскина и Шрёдера. Посмотрите довольно внимательно. Здесь как раз отложено сечение рождения полкуста у минус по сравнению с сечением рождения миона. В области примерно от 3,6 ГЭВа до 4,4. То есть область относительно небольшая, примерно изменяющаяся на ГЭВ. Для миона эта сечена здесь достаточно плавная. А ГАТАУ, как раз вот этот лордик, зависящий от массы, является весьма важным. Да, да? Тут есть одна точка, которая как-то сильно далеко отстоит. Что? Вот эта точка сильно далеко отстоит. Тут есть еще интересная вещь. Тут есть точка, которая лежит ниже порога рождения. Это монолеет. Что? Она как-то не монолеет. Она есть, правда? Ну, это на самом деле все означает... Небольшая статистика, большие усы. Вот эта выпавшая точка, она тем не менее своими усами захватывает соседей, правильно? Это одна вещь. А та, которая лежит ниже формального порога, по-видимому, связана с тем, что не очень хорошо определена сама энергия пучков. Кроме того, есть радиационные поправки, которые тоже могут дать некоторый вклад ниже формального порога. Ну вот, отсюда, как вы видите, экспериментальные данные, относящиеся к 78-му году. И тогда было получено значение, от которого вот там указано 1782 мэва с точностью плюс-минус, там, плюс 2 минус 7 мэв. То есть, это то, что было сделано на основе вот этого, одного из первых опытов. А теперь это выясняется, что если вы очень хорошо знаете энергию пучков в этой области, то это является критичным для очень хорошего определения массы Тау. И вот я хотел другой вам раздать вариант. Это уже касается ВЭПА-4Г. На ней вы видите результаты самого начального эксперимента, где поставлено всего три или четыре точки. Кстати, какой выпуск? Это 2008 год. Начало этих экспериментов, оно сейчас продолжается. У кого-то, по-моему, есть такой проект, да? У кого? Есть проект по Тау? Так. Я вас попрошу, ознакомьтесь с современным состоянием это дело, и потом нам расскажите подробно, хорошо? Единственное, что я могу сказать, что в этих условиях принципиальной важности есть вопрос, как точно определить энергию пучков. Вы видите на этой картинке, что там есть мощный пик, отвечающий рождению Пси-2, да? Значение этой массы измерялось отдельно, и на него можно было бы нормироваться. Оно с высокой степенью точности. Как раз когда производили измерение массы Тау, то измерение энергии пучков производили с помощью Кантоновского рассеяния, о котором я уже вам говорил. Это было мониторирование пучка, которое происходило постоянно. А кроме того, периодически прекращали использовать его для набора статистики полезной, и смотрели процесс радиационной деполяризации, который дает еще более, в несколько раз более высокую точность. Так что здесь был двойной контроль за точностью. Ну и то, что сейчас есть, например, данные. Так. Вот я тут выписал. Они свойятся, по-моему, на вашей картинке. Ну, в общем, если на первых картинках точность была... А, вот она. На первой картинке. Там у нас были такие данные. 1782, плюс 2, минус 7. Медливый тон вот. То современные данные сводятся к тому, что здесь есть 1776. Это еще не так серьезно. Посмотрите только на точность. Плюс-минус 0,16 медливый тон вольт. То есть это все на уровне 10-4, 10-5 точность. И наши эксперименты как раз примерно в эту точность отписываются. Ну, хорошо, на этом мы закончим. Но мы не закончим анализ того процесса, который начался. Он имеет еще прямое отношение вот к этому сечению. И к измерению этого самого эра, которое есть одна из важных задач для этого четвертого. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...